Вопросы о феноменологии На самом деле к вопросу о феноменологии, дело в том, что сама феноменология, она вроде как не должна требовать обоснования. Вроде получается так, что феноменологии претендуют на то, чтобы быть первичным по отношению ко всякому родопостроению. Поэтому всякий раз, когда мы говорим о том, что будем рассматривать вопросы феноменологические, это означает, что мы будем просто исходить из того, что есть некому в оплате, как-то всё раскрыто, и из этого можно выставить какое-то потом основание. Этот вопрос ставится в том, что как Гусель или Хайдегель говорили о том, что есть некий повседневный, обыденный опыт. И всякое наше теоретическое исследование всегда опирается на эту повседневность, всегда опирается на эту обыденность, откуда мы исходим, когда выстраиваем всякого рода построения. Так вот, в феноменологии противостоит трансцендентальная философия. В том своём ключе, вот, например, есть и брать Кантовский его вариант, что трансцендентальная философия пытается обосновать опыт. Не так, что опыт есть нечто первичное, и все наши построения, они наставили по отношению к опыту вторичным. То есть всегда есть приоритет опыта по отношению к любому теоретическому построению. К ульцинизм. Да, некоторого рода эмпиризм вот такой, да? Причём эмпиризм, исходящий не из какой-то позиции онтологической, а исходящий из того, что всё равно мы всегда, на самом деле, как бы мы ни хотели, все наши первичные импульсы, все наши интенсии всегда идут из этого опыта, который перед нами раскрыт, из некой повседневности. А что пытается сделать трансцендентальная философия, например, в лице Канта? Она говорит, что, а существует ли основание этого опыта? Давайте попытаемся, как бы, увидеть эти основания. И вот вопрос об основании этого опыта, он на самом деле некорректный. В этом вопросе как раз и возникает, как бы, вот когда такой вопрос поставлен об основании опыта, возникает вопрос об основании феноменологии. То есть мы должны теперь понять, каким образом обосновать первичность опыта по отношению к любым построениям. Потому что если мы подкладываем в качестве основания, ну, допустим, если мы говорим, что, допустим, в опыте есть некие априорные формы, то есть если мы говорим о том, что опыт-это есть нечто вторичное, то есть некее первичное как бы вот, гипотетическое состояние, да, когда вещи и самят по себе, а есть уже вторичное состояние, да, которое и стало и это возникло из первичного состояния благодаря тому, что мы наши познавательные способности соприкоснулись с этим первичным положением, и, как бы, оформили их, и то, что в опыте нам дано, это нечто вторичное, да. Это нечто, как бы, то, что произведено из них в первичном состоянии. То есть опыт не есть тогда первичный. И тогда получается так, что, как бы, если кто-то претендует на то, что надо опираться на опыт, получается, что эта опора на опыт не обоснована. Каким образом? Если опыт является только явлением, да, если в опыте всегда, как бы, когда мы говорим об опыте, мы всегда подразумеваем, что есть некоторые вещи сами по себе и прочее, прочее, то у нас вот возникает такая странная подвешенность. И для того, чтобы феноменологичность и феноменологию вернуть в свое состояние, нужно, как бы, обратиться против этой трансцендентальной философии и, на самом деле, показать, что вот так вот подкладывать под опыт некие основания нельзя. И это нужно доказывать. То есть я еще раз говорю, что изначально феноменологичность не требует никакого доказательства, потому что должно быть, как бы, очевидно, что мы всякий раз отталкиваемся от опыт. Но, исходя из трансцендентальной постановки вопроса, теперь возникает необходимость обоснования феноменологии. Это необходимость обоснования того, что опыт является чем-то первичным. И в этом, собственно, состоит критика всякого рода трансцендентализма. В чем состоит первичный сорт? Почему? Как мы можем это доказать? Дело в том, что, несмотря на то, что мы подкладываем под опытом некие основания, да, в виде, там, вещей в себе, там, некого мира, который существует сам по себе, до того, как познавательные способности его формируют, на самом деле, все, что нам дано, даже в трансцендентальной философии, это то, что дано в опыте, вот, как трансцендентальная философия, это и в явлении. И, собственно, мы, вывод о том, как участвует наша активность, да, вот наша априорная форма, каким образом участвует в опыте, мы можем делать только на основании анализа самого опыта. Вот перед нами раскрыт опыт. И мы только анализируя сам опыт, можем сказать, да, вот эти вот, допустим, аспекты и вот эти вот особенности, они связаны с тем, что познавательная способность дает от себя, да, то, что связано с тем, как, с особенностями нашего человеческого способа постижения, да, наших субъективных форм чувствуя там и форм мышления. Но это все мы можем сделать только анализируя, опять же, этот же опыт. То есть мы можем сказать, допустим, что как вместе с Кантом, что вот пространство и время, которые, как аспекты, которые мы наблюдаем в опыте, вот они на самом деле есть априорные формы, они выступили как наши способности, да, и спроектируют каждый на мир и участвуют в оформлении мира, как все. Так вот, каким образом можно подвергнуть вот такую позицию в критике? А что ты думаешь, что ты взялась? Он свежий, очень вкусный. Да он, да, просто шокшир. Сильно. Извините. Каким образом можно подвергнуть критике такую позицию? В самом деле здесь интересно. Для этого как бы надо философию Кант немножко рассмотреть. Дело в том, что для того, чтобы в самом опыте увидеть априорность, что такое априорность? Априорность это означает, что некоторые формы или некоторые элементы опыта, они являются на самом деле нашими элементами. Они возникли не со стороны мира, да, а как бы со стороны нашей познавательной активности. Вот, то есть мы в мире активны, мы к миру относимся не просто постигающие, а формообразующие. И поэтому мы в мир вносим некие роды формы, да, некого рода аспекты, которые на самом деле, как можно сказать, как проектируют, да, вот как осуществляют как бы некую проекцию. Можно было так сказать, что пространство и время, они как бы из нашей познавательной способности, они как бы вот проектируются вовне, в мир, да. И мы как бы, когда видим пространство и время как аспекты, мы созерцаем собственную активность. То есть получается, что в пространстве и время мы как бы самосозерцаем свою активность, да, как говорит фильтр. Так вот, вопрос ставится так. Каким образом можно увидеть и каким образом можно вообще доказывать, что вот в этой, в опыте есть вот такие априорные формы? Единственное способность, что мы должны знать критерия приоритности. То есть мы должны знать, каким образом элементы вот этого опыта, который перед нами раскрыт, да, и он всегда развернут. Какие элементы этого опыта являются нашими элементами, да, а какие элементы могут относиться к миру самому по себе. У Канта таким критерием является необходимость и всеобщество. Причем здесь возникают курьезные вещи. Дело в том, что, как бы изначально, откуда вообще необходимость и всеобщество берется? Откуда такой критерий взялся у Канта? Дело в том, что у Юма там была такая постановка вопроса, что необходимость связи, да, обсуждения, она на самом деле не может быть взята из опыта, и опыт никак эту связь, то есть необходимость этой связи оправдать не может. Ну, потому что опыт всегда, как бы, индуктивен, да, как бы, мы не можем, например, что всякое действие имеет причину, мы не можем обосновать это на основе опыта. То есть мы всякий раз будем, конечно, убеждаться, может быть, что это так, но тем не менее, поскольку горизонт открыт, как бы, мы никогда не сможем, на самом деле, доказать его, да, что это необходимо для всякого опыта. И вот, так-так, это вот проблема, как бы, да, с которой столкнулся Кант, и который Кант решил, ну, решил, как бы, решить как-нибудь. Каким образом он хочет ее решить? Он хочет решить ее тем способом, что сказать, что связь не из опыта, а она априорна. Ну, то есть, естественно, да, что если связь из опыта, необходимость этой связи из опыта не может быть получена, значит, можно попытаться… Другой вариант какой? Значит, она не из опыта, значит, она априорна, и попытаться, как бы, двигаться просто в этом отношении. Если связь априорна, то необходимость ее доказывается просто тем, что она априорна. Если она априорна, то она необходима. Но тут интересно, что у Канта критерий необходимости и всеобщности возникает не только в отношении суждений, как у Йома, но и в отношении понятий и созерцания. Вот в чем странность. То есть он расширяет критерии максимально. То есть он считает, что все, что является необходимым и всеобщим, во-первых, он добавляет понятие всеобщности и говорит, что все, что необходимо и всеобщим, любой аспект, будь то аспект созерцания или, допустим, аспект мышления, все вот эти аспекты, все относятся к нашей активности. Всякий аспект, связанный со всеобщей необходимостью. И он, получается, расширяет критерий максимально, доводя его просто до абсурда. Потому что, получается, теперь, что все, что мы в нашем опыте видим как всеобщее и необходимое, все это является априорным. То есть, допустим, пространство и время он усматривает в этом определенного рода аспекты всеобщести и необходимости, и тем самым указывает на то, что значит они априорны. То есть, отсюда возникает критерий, да? То есть, критерий возникает из расширительного толкования проблемы Юма. То есть, проблема Юма была связана с суждениями, а он расширительно толкует также для понятий и созерцания. В чем проблема-то на самом деле возникает? Проблема состоит в том, что теперь ведь если критерий расширят, если как бы под критерий подпадает не только суждение, но и понятие, теперь он опять же требует нового обоснования. Он теперь сам должен быть обоснованным. Почему так можно расширить критерий? Потому что, что тут проблема? Проблема состоит в том, что поскольку нам там только опыт, и поскольку мы только из опыта можем аспекты углядеть, то если мы сразу скажем, что все, что всеобщее необходимо в опыте, является субъективной формой, то не получится ли здесь круг, состоящий в том, что мы сначала придумываем какой-то критерий, заранее, который сам не обоснован. А потом на основании критерий, все, что является всеобщим необходимым, записываем в логоприорность. Разница есть? Разница состоит в том, что возможно, некоторые элементы всеобщести и необходимости принадлежат самому миру. То есть мы тем самым выстраиваем некую разделительную черту. Нам же, что мы хотим сделать, что хочет сделать трансцендентальная философия? Она хочет в опыте провести некую грань, да, и сказать, что вот определенные роды аспекты относятся к нам, к нашей активности. Допустим, пространство-время – это чистые формы созерцания, понятия, да, это связанные… Созерцением человека? Да, это да, это связано с акрёрной формой мысли, да. А вот другие аспекты, допустим, в данном случае ощущения остались, да, ощущения, они вот относятся уже там, связанные как-то с миром самим по себе, да. То есть мы где-то внутри мира попытаемся провести границу. Ну, для того, чтобы провести, надо же знать на основании какого критерия, и мы придумываем критерии, всеобщественные необходимости, границу, как бы поработать, да. Тогда возникает вопрос об обоснованности этой границы, потому что ведь можно возразить и сказать, на самом деле, что всеобщественные необходимости, они принадлежат самому миру. Когда речь идёт о суждениях, ведь вопросов не возникает. Действительно, всеобщественные суждения, она, то есть всеобщественные и необходимые суждения, это определённого рода аспекты. И действительно, здесь могут возникнуть проблемы. А когда речь идёт о самом опыте, ведь когда мы говорим о понятиях и созерцаниях, ведь речь идёт не о суждениях, а речь идёт о том, как вот опыт устроен. Устроен как-то перед нами опыт, и какие-то аспекты опыта относятся к нам, а какие-то аспекты опыта, как бы, относятся к миру самому по себе. Вот они как-то синтезировались в единой общей картине, которую мы наблюдаем, и в которой мы пытаемся вычислить, в чём состоит наша активность, а в чём состоит, как бы, всё остальное, да, что не относится к нашей активности. Сама постановка вопроса такова. Так вот, сама постановка вопроса, она невозможна её решить в силу того, что, на самом деле, критерий, как оказывается, да, вот если посмотреть, как устроено построение у Канта, он сам критерий не обоснован. У него критерии толкуются расширительно. И в самом расширении этого критерия возникает невозможность его обосновать, он перестаёт быть обоснованным. Потому что, когда критерий относится к суждениям, то это одна ситуация, когда критерий относится к самому опыту, к её аспектам, это другая ситуация. И поэтому получается так, что мы, если, опять же, причём, как бы, я разбираюсь здесь Кантовскую философию, потому что это наиболее разработанный, да, вот, вид трансцендентальной философии. То получается, что, поскольку критерий не разработан, поскольку он не обоснован, то, на самом деле, можно отбросить его суждение о том, что пространство и время являются априорной формы. На каком основании? Надо сначала критерий доказать. Критерий не доказан. Критерии толкуются расширительно, исходя из какого-то там, это, интуиции, юма, связанной с суждением. То есть, он, иначе говоря, берёт на веру некий критерий. Потом на основании этого критерия пытается нам доказать, что пространство и время априорное. Но, по-другому, он не может. Правильно. Получается, он ничего не доказывает, да, он, вот, находится в неком круге, потому что он сначала ставит вопрос о том, что является, в чём состоит критерий, устанавливает его на основании некого произвола, а потом из этого критерия получает необходимый результат, который в критерии уже содержится. И получается, на самом деле, что, понятное дело, что созиданиями пространства и время просто. Получается, что, поскольку это необоснованно, мы ничего не можем сказать. Пространство и время является априорной формой или не является априорной формой. Доказать это невозможно. И с собой постановки вопросов. Получается, остаётся про понятие. Что делать с понятием? Дело в том, что с понятиями немножко дело обстоит сложнее. Почему? Потому что существует две позиции, в которых может находиться познающий. Познающий может находиться в непосредственной позиции, то есть в опыте, да, вот как он раскрыт. Ну, допустим, в созидисцании, да, вот я нахожусь в созидисцании, передо мной раскрыто многообразие некоторое. А другая позиция, да, это некая внутренняя позиция, когда я рефлектирую по поводу своего знания. Так вот, когда я рефлектирую по поводу своего знания, да, я нахожу, что моё знание организовано в виде, там, связи понятий в суждениях, да, и вот как бы все эти понятия вроде как кажутся, что они являются чисто некоторым моим, да, то есть это, он сам не говорит о понятиях, о мышлении, он говорит, что они относятся к разряду спонтаненности. Он говорит, что в созидисцании мы находимся в отношении к миру как бы в смысле восприимчивости, а когда мы говорим о понятиях, мы находимся в отношении к миру в смысле как бы своей свободы, да, то есть мы в мышлении, на самом деле, находимся, ну, это и Егель так говорит, мы находимся у самих себя, да, в этом состоит наша свобода, что у нас есть мышление. Так вот, получается, что как бы именно мышление, форму мышления мы создаём сами, да, то есть вот это наша спонтаненность, мы как бы их порождаем каким-то образом. Непонятно, поздравили? Это наша спонтаненность. Это слово спонтанно. Спонтанность. Спонтаненность. Наша спонтанность. По-моему, в переводе как называется спонтаненность? Нет, спонтанность. Нет такого спонтаненности, вообще нет. Хорошо, хорошо. Пускай будет так. Это несущественно, когда я разговариваю. Важно, что когда есть... Теперь возникает вопрос о статусе понятия. Помните, я ставил вопрос о том, что есть феноменологические понятия? К чему я хотел, собственно, перейти? Такие предисловия. А есть понятия чистые. В чем состоит здесь разговор? У Канта получается так. Что тоже вроде есть эмпирические понятия какие-то. И даже я в тексте нашел, например, понятие тела. Оно является эмпирическим. А вроде есть чистые априорные понятия. Что значит эмпирические понятия? Это как у эмпиристов. Как у юм. То есть понятия, как абстрагированные, некие аспекты опыта. А априорные понятия – это те понятия, которые мы изнутри получаем непонятно как. Но у нас они есть. Вопрос о том, как они возникают, не идет. Как ощущения? Ну непонятно какие-то. Это же не просто несущественно. Вот есть некий внутренний источник понятия. Как он возникает. Врожденный или это идея как у какого-нибудь Декарта. Или это как-то по-другому понимается. Это на самом деле несущественно. Важно, что их источник не тем же способом, что мы из опыта их абстрагируем. Да, они как бы изнутри как-то происходят. И они как бы проектируются вовне. Мы можем определить, из опыта они появились или из нас. Так вот мы сейчас этим пытаемся. Я как раз хочу навести на то, откуда они взялись. Я хочу, как я сказать, этот вопрос и собственно хочу обсуждать. Потому что само развлечение чистых и эмпирических понятий – это опять же некого рода трансцендентальное развлечение. Оно основано опять же на той самой постановке вопроса. Что весь опыт мы как бы дробим опять на то, что относится к нам. То есть чистые понятия, что это такие? Это те понятия, которые мы порождаем внутри себя в рефлектированной позиции. И на то, что мы абстрагировали из опыта. То есть понятия, или что такое феноменологические понятия в моем понимании было. Это те понятия, которые мы абстрагируем из опыта. Которые относятся к опыту, с помощью которых мы маркируем опыт. Что значит маркируем? Это означает, что в опыте есть некие аспекты. Аспекты смысловые, которые мы маркируем некими понятиями. Например, количественный аспект, качественный и так далее. Ну, разные аспекты. И возникает как бы вот это разделение. Так вот, если вдуматься, само это развлечение, сама постановка вопроса, она опять же является трансцендентальной. Она опять же кастрирует опыт. Она опять же делает опыт чем-то вторичным. Опять же возникает изначально некое деление, да, которое потом, чистые понятия ведь тоже как-то к опыту должны относиться. Они через другие понятия относятся к опыту. Они, тем не менее, получается, что они тоже как бы участвуют в конституировании опыта через то, что все понятия составляют общий, единый контекст. Они как бы не находятся в единой сетке. Одни понятия непосредственно в виде обозначений маркируют опыты, а другие по мере как бы абстрагирования, да, вот в виде вида родовой вот этой цепочки, да, вот. Они как бы являются более общими. Ну, одни являются видами, другие родами являются, да. А есть какие-то уж совсем обобщенные понятия, типа там субстанция, там истинные и прочее. И они уже на самом деле являются наиболее общими, да. Вот они наиболее удалены от опыта, но, тем не менее, через все вот эти связи, поскольку все понятия связаны друг с другом, они тоже участвуют в опыте. То есть, на самом деле, все понятия участвуют в опыте. Но одни как бы имеют происхождение как-то изнутри, из внутреннего источника, а другие, вот, мы абстрагируем из опыта. Так вот, если теперь внимательно обратиться на то, как устроено это у Канта, то у Канта, на самом деле, все понятия существуют. Дело в том, что у него вот понятия, которые являются эмпирическими, они на самом деле абстрагированы из той части опыта, которая сама по себе тоже является приоритой. То есть, понятия тела абстрагированы из понятия пространства. Иначе говоря, как бы, эмпирические понятия, они только в кавычках эмпирические, они, конечно, взяты из опыта, но и из той части опыта, которая сама по себе априорна. И получается, что у Канта все понятия априорны. Причем, что интересно, что он утверждает, что невозможна интеллектуальная интуиция. Потому что, что такое интеллектуальная интуиция? Это непосредственно усмотрение смысла. Каким образом мы можем создавать эмпирические понятия? Мы видим смысл, некий аспект реальности. Мы его, как бы, маркируем и получаем эмпирическое понятие. В этом состоит возможность создавать эмпирические понятия связанность с наличием интеллектуальной интуиции. И поэтому, если Канн отрицает ее возможность, то, естественно, получается, что все понятия по определению должны быть априорными. Потому что все понятия являются всеобщими и необходимыми. То есть, даже и сам критерий, опять же, указывает на то, что все они априорные. То, что всеобщая необходимость является критерием априорности. Любое понятие, эмпирическое и эмпирическое, является всеобщим. Да, и любое понятие на основании этого критерия является априорным. Получается, что, на самом деле, здесь есть лукавство. То есть, Кант начинает вроде как эмпирист. Он говорит, что вот, есть понятия эмпирические, есть априорные. Ведь он, когда обсуждает категории, вот почему он взял категории, а не все понятия? Потому что категория – это наиболее общие понятия, и он считал, что они наиболее, больше всего претендуют на то, чтобы быть априорными, чтобы быть чистыми. А по идее, на самом деле, получается в конце, в итоге, что у него все понятия оказываются априорными, потому что все понятия удовлетворяют критерию всеобщности и необходимости. То есть это, с одной стороны, а с другой стороны, он прямо и заявляет прямым текстом, что невозможно интеллектуально интуиция, то есть невозможно прямое усмотрение смысла. Что на самом деле, всякий смысл, на самом деле, есть некий смысл, который изначально существует субъективно в нас, и который проектируется в мир. Вот так буквально в смысле получается. Но здесь возникает другая проблема. Проблема, связанная с тем, как он трактует содержательность понятий. Дело в том, что, согласно Канту, понятие имеет свое содержание только в созерцаниях. Он говорит, что без созерцания понятие пусты, а созерцание без понятия слепы. То есть, что это означает? Это означает, что само понятие само по себе не имеет никакого содержания. А все содержание, которое оно имеет, оно на самом деле основано на опыте. То есть, у нас есть некие понятия. И если мы можем говорить об их внутреннем содержании, то только в том отношении, что они каким-то образом могут быть использованы, каким-то образом существует их отношение к опыту. То есть, когда, на самом деле, существует понятие тела, все содержание этого понятия, оно связано с тем, каким образом это понятие функционирует в опыте. Именно на этом, кстати, основано то, что невозможно никакая метафизика. Потому что, если понятия не имеют свое внутреннее содержание, всякое содержание связано с опыта, то, естественно, в своей чистоте они никак двигаться не могут. Потому что все их содержание связано с опытом, и ничего, никакого знания они переращивать не могут. То есть, то, что понятия изначально как бы пусты, и в этом состоит вся проблема, как бы, связанного с понятиями. Потому и невозможно, метафизика, что они пусты. Прямо у Гегеля понятия изначально имеют свое внутреннее содержание. И вообще все движение у Гегеля, допустим, в науке логики, оно есть движение в содержательности самих понятий. То есть, сами понятия с друг другом как-то соотносятся, потому что имеют содержание, независимо ни от чего, просто в своей чистоте. Наука логики – это вообще движение понятий в своей чистоте без относительно никакого опыта. То есть, они внутри имеют какие-то содержания, они с друг другом соотносятся, и у них возникает некая диалектика, которая заставляет их двигаться от одного содержания к другому. Самому по себе. Да, самому по себе. У Канта, в принципе, никакая наука логики быть не может. Потому что у Канта сами понятия пусты. То есть, понятия сами понятия... Именно потому и возникает у него проблема, связанная с использованием понятий в своей чистоте. То есть, проблема, связанная с разумом, что понятия пусты. Так вот, пустота понятий, она на самом деле противоречит тому, что он утверждает, что все понятия чистые. Но это же как-то странно. Как так? Если все понятия чистые, и все они имеют внутренний источник, почему же все они по своему содержанию перечни? Как так? Почему понятия изначально как бы опрокинуты вокруг? Если они чистые. То есть, если они возникли из внутреннего источника. Как так получается, что возникнув из внутреннего источника, понятия, тем не менее, казались империчными? То есть, вот это вот согласование понятий с опытом очень странно. Оно на самом деле декларируется и никак не обосновывается. Причем, если взять дедукцию категорий... Что такое дедукция категорий? Зачем она вообще нужна? Если понятие в ампиризме возникает из опыта, то обосновывать их применимость не нужно, потому что если мы абстрагировали понятие из опыта, то оно по своему самому построению, возникновению, оно применимо к опыту. А если у нас понятия имеют внутренний источник, то есть они как бы не из опыта, они являются чистыми, приорными, надо доказывать, что они применимы. Но, тут что интересно, я-то думал раньше, что применимость надо доказывать, в смысле того, что надо доказывать, что содержание понятий могут, может быть, ну понятий же много, и они разные. И надо как бы, я думал, что нужно доказывать, что применимы разные понятия к опыту. А на самом деле суть этого просто состоит в том, что почему-то у Канта получается, что понятия как-то, несмотря на то, что они являются чистыми, они все равно являются содержанием эмпиричным. То есть они как бы пустые формы, которые можно наполнить любым содержанием. Получается так, что Канту нужно доказывать не то, что разные понятия могут быть применены к опыту, а надо только доказать, что в принципе понятие как понятие, как пустая форма, может быть применена к опыту. И поэтому дедукция категории, я раньше ее критиковал, а теперь понимаю, что она верна. Она состоит в том, что Кант говорит, как понятие может быть применено к опыту, поскольку существует самосознание, которое сохраняет себя, то есть я равно я. Поскольку к этой тождественности я равно я, с одной стороны, с этой тождественностью должно согласовываться с созерцанием, а с другой стороны, с этой тождественностью должно согласовываться наше знание со стороны мышления, то все приводится к этой тождественности я равно я. И благодаря вот этому, этой тождественности, все понятия тоже являются тождественными, а созрисание не является тождественностью. Возникает вот это вот переведение к одному, то есть понятие применяется к созрисанию. Именно через вот это вот единство «я равно я». Причем единство «я равно я» это и есть живое понятие. Так потом это поймет Гигель. То есть вот когда Гигель говорит о том, что понятие саморазвивается, на самом деле у него это саморазвивающееся понятие только одно. Это я. Никакого другого понятия саморазвивающего из него нет. Все остальные понятия у него обычные. У него одно понятие, я равно я. То есть, даже у Фихта. Фихта тоже потом будет пытаться систему Канта как-то дальше двинуться. Он будет пытаться вывести. Ведь Кант как бы преднаходит категории. А Фихта поставит себе задачу из этого я равно я вывести все категории. То есть, он будет говорить, что я равно я, давайте отсюда выведем категории. Какая первая категория? Первая категория – категория тождественности. Я равно я. Я полагает саму себя. Вторая категория – категория отрицания. Я полагает не я. И так далее. Иначе говоря, потом эту задачу уже подхватит Гегель. Потому что Гегель именно как бы будет хвалить Фихта именно за этот аспект. Его философию. Что он будет пытаться вывести все категории. Не как Кант. Кант преднашел все категории. Каким способом? Он говорит, что вот есть определенного рода виды суждений. С каждым суждением связаны определенные роды категории. Вот таким образом он нашел как бы эти категории. Ну просто из некого усмотрения, как бы такого эмпирического. Но это мы и отвлеклись. Так вот, суть вопроса в чем состоит? Вопрос состоит в том, почему понятия пусты. Вот пусты понятия или не пусты? Если понятия пусты в своем содержательности, если их содержательность эмпирична, то получается, что фактически Кант на самом деле отрицает свое первое утверждение, что невозможна интеллектуальная интуиция. Как так? Либо понятия чисты, и тогда, значит, они должны иметь некую внутреннюю свою содержательность, и надо обсуждать о том, как эту содержательность, которая берется изнутри, опрокидывается вовне в виде того, как устроен мир. Но это было бы странно. Получалось бы так, что мы созидаем мир. У нас есть некие внутренние наши понятия, которые имеют внутренние источники. И мы их содержательность опрокидываем в мир, и даем тем самым миру содержательность. Но дело у Канта не так. У Канта есть чистые формы, которые как бы опрокидываются в мир и наполняются содержанием самого мира. Причем не чистые формы, а чистая одна форма получается. Она просто в силу того, что мир многообразен, она приобретает свои аспекты разные. Одна форма мышления, она опрокидывается в мир и приобретает в многообразии категории, в силу того, что каждый раз просто разные аспекты. Так если это так, то на самом деле ведь это не что иное, как утверждать, что интеллектуальная интуиция возможна. Если вся содержательность из мира. Ведь иначе можно было бы как сказать, что в мире существуют некие смыслы, некие аспекты. И мы согласно этим аспектам, у нас возникает понятие. Ведь совершенно не важно, каким образом происходит самосогласование нашего знания с миром. То ли оно тем способом происходит, что мы опрокидываем наше внутреннее, да, вовне, как бы проектируем, то ли тем способом, что мы его извне извлекаем и внутрь себя присваиваем. Ведь важно само самосогласование. Достигнуло, достигается оно самосогласование или нет? Оно достигается. Это показывает опыт. Опыт наук показывает, это опыт каждой жизни каждого отдельного человека. Самосогласование есть. Поэтому сама философия Канта, она странная. Чем больше я ей занимаюсь, тем больше удивляюсь. У нее на самом деле различные концы, его философии с концами не сходятся. Есть какие-то странные интуиции у Канта, с которыми он не хочет расставаться, хотя они противоречат его исходным постулатам. Например, вот интуиция о том, что понятия пусты, она противоречит, например, того, что он отрицает интеллектуальную интуицию. То есть, если интеллектуальной интуиции нет, то и понятия тогда должны иметь свое собственное содержание. Они не могут быть пусты. Не может быть их содержание только империчное. Но если содержание только империчное, то это не что-то, но и какая-то формулировка существования интеллектуальной интуиции. Но самое главное здесь в другом. Теперь мы подходим опять к вопросу, возвращаемся к вопросу феноменологичности. Теперь получается так, что вот мы обозрели две возможные, ну, как у Канта, да, формы, какие способом наша активность может участвовать в мире. Она может участвовать со стороны созерцания, а может участвовать со стороны мышления. Со стороны созерцания невозможно доказать, что пространство и время являются нашими априорными формами, просто потому, что критерии сам по себе расширительно толкуются. Со стороны понятий, как бы, какое-то отношение к рефлексивной позиции нашей понятий является нашими. Да, но, поскольку Кант утверждает, что эти понятия империчны по своему содержанию, то получается, на самом деле, что возможна интеллектуальная интуиция. Это означает, что и понятия тоже взяты из опыта. То есть, трактовать ли так, что понятия... Если бы мы трактовали так, что понятия являются априорными, мы должны были идти дальше. Мы должны были сказать, что и содержание их тоже так же априорное. И мы, на самом деле, опрокидываем мир не только формой, но мы опрокидываем мир и содержательность этих форм. Но мы же... Но это ведь не так. И никакой философ, здравомышленничий, не будет так защищать позицию трансцендентальности. Он всегда будет говорить, что содержание, конечно, из опыта. Но если содержание из опыта, это означает, на самом деле, что и работа – это трактуальная интуиция. Получается, на самом деле, что... Почему работают? А потому что содержишься из содержания, из опыта. Ну, из опыта. То есть, сразу видишь смысл. Но это означает, что это означает в опыте... Что значит содержание из опыта в мышлении? Это означает, что смысл из опыта. Что такое содержание понятий? Это смыслы, а не из опыта. Значит, в опыте есть смысл. А прямое усмотрение смысла это и есть или интеллектуальная интуиция? Нет, но прямое это когда ты сразу понятие видишь. А опыт... Вот здесь важно, ты хорошее замечание сделал. Действительно. Тут еще вопрос состоит в том, что для того, чтобы этот вопрос скрыть, получается он говорит о том, что то, что мы видим в опыте и наши понятия, это одно и то же. Как ты говоришь, мы в опыте видим понятие. В опыте мы не понятие видим. Действительно есть расслоение. Порядок мира и порядок нашего знания разны. Не один порядок здесь, а два. Конечно же, те смыслы, те аспекты, которые существуют в мире, и те понятия, которые существуют у нас, это разные вещи. И Кант, не различая их... Не, ну подожди, ну вот смотри. Смысл, смысл, он возникает только внутри вот этой оформленности. Ну вот, допустим, если потом Гегеля взять, когда он восприятие разбирает, когда наша деятельность противопоставляет, не знаю, горячее, холодное, то там красное, синее, желтое и так далее. Когда вот возникает вот это вот оформление и деление этого опыта нашими формами. Всякими там противоположными, ну вот этими как бы би-секциями, там или как это называется. Ну, короче говоря, вот тем не менее, опыт вот он действительно дает содержание. Но это содержание, не будучи оформленным, как таковым содержанием не является. Как в этом состоит проблема. Так, ну, а это как масса сырая, понимаешь? И поэтому смысла в ней еще никакого нет. Мы ничего там не можем усмотреть. А почему тогда наше содержание из опыта? Почему содержание понятия из опыта тогда? Почему ты считаешь, что если, вот, например, любимое... Ты же воспазываешься в пространство, а не нечто. Любимое высказывание Игоря, что форма делает медь медью. У него же получается, что даже у меди нет никакого содержания, и что содержательность меди делает именно форма. То есть на стороне меди там ничего, там пустота. То есть на самом деле, здесь это как подразумевается? Когда мы говорим о понятиях, что они пусты, что они как бы наполняются содержанием из опыта. А что это означает? Как это понять? Это означает, что в опыте какое-то содержание должно присутствовать, в виде потенциальности неважно. Ну как-то оно должно присутствовать. Ты говоришь, что содержание возникает, когда форма проектируется вовне. А откуда оно возникает? Откуда эта возможность возникнуть в содержании, если содержание не из нас? Из нас только форма. Хорошо. Нет, ну хорошо. Ну вот, допустим, есть универсальная форма, не знаю, натуральный числовой ряд. Вот как бы элементарная. Ну, может быть, далеко не самый элементарный, ну вот некая форма, да, числовой ряд. Мы можем спроектировать ее на, как бы, такую сферу опыта, как, там, тактильное ощущение и температура. Вот у нас будет градусник, который отображает температуру. Мы можем на шкале спидометра увидеть, да, скорость, как бы. В эту форму может разное содержание войти. И, соответственно, речь будет идти о разном. Но, тем не менее, это будет оформлено именно вот в эту форму. Я понимаю. А содержание откуда взялось? Форма породила содержание или содержание было? То есть вот эта скорость различная, и это, как бы, температура различная уже была? Была. Правильно. А откуда? Ну, различные. Различные. Их можно было оформить по-другому. Можно было, как бы, оформить, там, не знаю, просто горячее и холодное. А можно, вот, в виде числового ряда. А можно еще как. Так я и говорю, что то, что возможно температурность, если можно так выразить, то, что возможно, там, скорость, это и есть смыслы, которые в самой реальности есть. Это и есть прямое усмотрение интеллектуальной интуиции. Вот ты температуру, допустим, можешь пощупать. Ну, согласен. Различия, как бы, есть сами по себе. Да, я и хотел сказать, что вот в чем основная претензия к философии трансцендентальной, что они все различия, все различия устанавливают в форму. То есть в самой реальности, как бы, самих, нет, в самой реальности, как бы, тоже различия есть, но они не смысловые, да, они вот на уровне ощущений. А смысловых различий нет. А противоположность этой позиции стоит то, что и в мире есть смысловые различия. Так нет, ну а какие они такие смысловые? Вот, допустим, пока ты не задал некое понятие, не знаю, там, температуры или теплоты, у тебя и не будет это различие холодного и горячего каким-то смысловым. Оно будет различием ощущений. Ну, например, различие количества. Вот, допустим, ощущение температуры и согласие. Да, так и остается ощущение. А количество? Я понял, что количество – это уже сугубо понятие. Нет, а количество как смысл. Я понимаю, что количество – это понятие, это некая категория. А количество как смысл, он присутствует, возможно, больше, меньше, в самом мире. Присутствует этот смысл? Или этот смысл… Больше, меньше присутствует. Правильно. Так это и есть тот смысл, что количество может быть больше и меньше, это и есть тот смысл, который мы усматриваем, что количество на самом деле не таково, что само количество как количество, оно характеризуется, что оно может быть больше или меньше. Само качество чем характеризуется? Тоже к неким количествам, допустим, интенсивностью, интенсивнее, менее интенсивностью и так далее, что в любом аспекте мира мы можем просмотреть, увидеть категорию количества. Так вот, категория количества не создает сам смысл, а смысл существует уже в самом опыте. Но категория количества его как бы обобщает и выражает в наиболее общем виде, что вот есть некое количество. Такой аспект реальности, который мы можем увидеть везде, вовсю. Вот в чем вопрос. Ну еще раз, то, что там в опыте есть различие, еще не значит, что там есть смысл. Нет, смотри. О да, он различенный в себе. Различие, конечно, я согласен, что надо понимать, то различие, за которое я боюсь, оно, конечно, не связано с различием ощущений. Различие ощущений есть, и в этом проблем нет. И в трансцентральной философии это все есть. Это просто, можно сказать, не различие. А различие именно смысловое. Понимаешь, ведь смысл, ведь смысл отличается чем от ощущений? Есть две способности. Способность как бы чувственная, да, и она связана, она работает и воспринимает только чувственное. А есть способность мышления, и она воспринимает мысленное. Так вот, предметы мыслей, они есть в самом опыте, мысленные. То, что мысль как способность, мышление как способность схватывает в самом опыте. Не так, что мысль полностью является субъективным. Как-то как получается, что все мышление полностью субъективно. И оно проектирует в мир все смыслы. Но в виде форм, не в виде содержания. И эти формы находят там содержание, как-то оформляются. И обратно уже возвращается смысл. То есть смыслы, в каком-то смысле, получаются порождаются. Но порождаются не в смысле творятся, а порождаются в результате проектирования формы. Сладкое есть в мире или нет? Не сладкое, это ощущение. Нет, я говорю сладкое. У тебя есть некое ощущение. А сладкое есть в мире или нет? Не называешь никакое ощущение сладкое. Во вторичном смысле любые ощущения, конечно, являются смыслами. Но мы не за такой смысл этим побороться. Я не побороться за прямое усмотрение смысла. Не вторичное, что вот есть сладкое, а потом ты усматриваешь смысл сладкого. Не так. Это вторичный смысл. Со вторичным смыслом никаких проблем нет. Не за личным смыслом. Само гад, ты усматриваешь сахар и сладкое, говоришь. Усматриваешь непосредственно сладкое. Ну как ты усматриваешь непосредственно сладкое? Ну так, нет, нет, нет. Чувствуешь ты не сладкое, чувствуешь ты нечто. А поэтому нечто придает смысл сладкое. Давай как бы сначала разберемся, раз это проблем не стало. Вот грань, допустим, пространственную, ты усматриваешь непосредственно? Или ты как-то видишь грань? Грань что является? Ощущение, что ты видишь грань? Или это все-таки прямое усмотрение смысла? Ну, или некую фигуру, допустим. Не, на самом деле, пример-то хороший, Володя, задал. Это моя тема. Ведь если, допустим, сладкое, вот есть коричневое, а есть сладкое. Вот, допустим, коричневое, усматриваешь ты на прибыль или не усматриваешь? Непонятно, потому что ты видишь коричневый стол. Ты видишь стол, у которого есть такой аспект, атрибут, коричневость, которая как бы всеобщая, вроде как понятие, то-сё. То есть, вот есть предмет восприятия, которому какие-то атрибуты приданы. А когда ты воспринимаешь сладкое, вот, то там бывает конфетка во рту, не знаю, болтается, ещё можно как бы сакцентироваться, но бывает просто во рту сладкое. У тебя как бы, по идее, кроме вот этого сладкого, как такового, да, другого предмета восприятия нет. Вот что интересно. Там как бы... У тебя нет предмета, который создаёт сладкое. Ты как будто напрямую воспринимаешь вот это вот, собственно, качество. Вот. Ну ладно, это так. К слову, о феноменологии, как бы, то, что ты, я помню, что это говорил, про феноменологию разных типов восприятия. Мы как бы сакцентированы на зрении. Нет, нет, я согласен, что ты правильно говоришь. Так вот надо показать, на самом деле, что в самом опыте... В чём состоит изначальный подход? Чтобы показать, что в самом опыте можно прямо усмотреть смысл. Если мы в самом опыте прямо смысл усмотрим, а не во вторичном смысле, как через ощущение. Во вторичном смысле через ощущение, допустим, вот мы видим, там, не знаю, там, ну или чувствуем, допустим. Чувствуем холодное, а потом у нас возникает понятие холодное. В этом проблеме-то нет. Во вторичном смысле это как бы всё нормально. А в первичном смысле вот видим сразу смысл. Видим его или нет? Но видим не в том... Сразу холодное. Но видим не в том смысле, что как бы мы спроектировали, знаете, как вот в Эдесе. Я вижу стол, но не потому, что как бы иедетическая философия рассуждала, она говорит, что у меня есть эйдос стола, и благодаря эйдосу стола я вижу стол. То есть в каком-то смысле я сначала идею стола проектирую в восприятие, и потом начинаю видеть стол. Ты постулируешь чувственное восприятие в жадче стола. Нет, видеть и мыслить как бы одно получается, вот такой акт мышления и видения одновременно, вот такой иедетический способ. То есть когда мы проектируем наши смыслы во вне. А теперь я говорю другое. Прямое усмотрение смысла. Не так, что у нас есть идея чего-то, и мы ее проектировали, или с чего-то проектируем, и видим какой-то смысл, типа стол. А тем, что я неприсредственно в прямую вижу смысл. Прямое усмотрение смысла в этом состоит. Не так, что во вторичном смысле, и не так, что я проектирую смысл, а потом его как бы воспринимаю. То есть я спроектировал стол. У меня как бы есть иеда стола, и я вижу стол. Если бы иеда со стола не было, я бы стол бы не увидел. Увидел бы там нечто такое. Ну получается прямое усмотрение смысл предполагает наличие смысла вне нас. Об этом речь и идет. Речь идет об этом. За что должна бороться феноменология? Она должна бороться именно за то, что это должна быть интеллектуальная интуиция. Вот та наэма и наэзис, о котором говорит Гусер, он говорит о том, что есть наэмы, и наш наэзис усматривает наэмы. То есть есть чувственная способность, она усматривает нечто чувственное, а есть мышление, наэзис, он усматривает наэмы. То есть есть в самом мире, смысл есть. В мире, но в мире не в ней. Но это предполагает то, что мир существует без нас. Не, не, если мы говорим о феноменологии, то речь идет не о мире, конечно, речь идет об опыте. Проговорить про мир пока мы не будем. Мы говорим об опыте. Вот в опыте есть этот смысл. И мы его усматриваем в виде наэзис. Просто во всяком случае совершенно не очевидно, что вот эти смыслы в опыте оформлены нами. Вот так вот. То есть можно предполагать, что вот мы набросили свои формы, но феноменологически все происходит так, что мы там уже встречаем смысл. И никакой своей деятельности не наблюдаем. Более того, бывает, что мы как раз осознанно можем попытаться набросить смысл какой-то на что-то. И он войдет в конфликт с тем смыслом, который в опыте уже есть. Вот это ведь невозможно было бы, если бы опыт был всегда чистым содержанием, неоформленным, который мы все время бы оформляли и так далее по своему произволу. В принципе, непонятно, как вот эта кантовская философия может столкнуться с миром, с его сопротивлением. Не только кантовская, а если ты, например, на Гавицинскую философию посмотришь, то у него точно так же мир не сопротивляется. У него точно так же получается, что форма есть все, и она... Ну а это прямо идет против того же самого опыта нашего. Да, это все против опыта идет. Но и для ИСИ, как сказал однажды Гегель, что если нечто противоречит философию, тем хуже для опыта. Да, есть опыт противоречит философию. Так же и у Хайдегера, так же и у Канта. Так что это... Но здесь знаете, что важно? Дело в том, что здесь позиция фенологии, она не беспомощная. Дело в том, что есть такие объекты, которые сами себя являют как смысл. Этими объектами является органическая жизнь. То есть Кант в критике способностей суждения сталкивается с такой проблемой, что, конечно же, камни, неорганическую жизнь можно рассуждать о том, что пространство и наши понятия чисто априорные формы, и они накладываются на мир, и мы тем самым мир формируем. А как будет с органической жизнью? У органической жизни есть имманентная внутренняя ей цель. Какие-то у них есть там... Она как бы живет согласно каким-то своим внутренним законам. Мы ничего тут, никакие формы не можем наложить. Причем сам Кант признается, что органическая жизнь, но у нее вообще там произведение искусства. Но произведение искусства пока оставим, потому что это не тривиальный пример. С органической жизнью это явный пример того, что существует смысл. Допустим, любое животное преследует какие-то цели. Есть внутренняя целесообразность, как говорит Кант. И тем самым мы, получается, усматриваем этот смысл прямым образом. Это и есть прямое усмотрение смысла в органической жизни. И получается, что философия Канта... Получается, что опыт сам доказывает существование и наличие смысла вовне нас. И получается, что философия Канта, на самом деле, в ее аспекте, связанной с понятиями, она опровергается самим же Кантом. Сам Кант, когда заводит речь о органической жизни, сам достигает предела своего философства. И получается, что на самом деле существуют и такие эмпирические понятия существенные, что существует на самом деле прямое усмотрение смысла. Тем самым существует интеллектуальная интуиция, и это означает, на самом деле, что все по стороне рушится. Ну, если так говорить уже... И тем самым, и теперь, как бы опять же, возвращаясь к нашей философии, получается, что не удается подложить, да? Вот, например, тем способом, каким это делает Кант, а Кант это делает очень основательно. Не удается подложить под опыт некое основание, другое, да, вот, в виде априорности. Не пытаясь невозможно обосновать опыт. И все равно получается, что опыт первичный. И тогда единственная философия, какая возможна, это феноменологическая философия, да? Единственный подход, который возможен, это только феноменологический подход. То есть это единственный честный подход, да? Все остальные подходы, они, вот, будут опираться на всякого рода необоснованные утверждения. Там, в виде того, что критерии всеобщести необходимости и почему-то сразу указывают на априорность. И в виде того, что понятия почему-то являются, поскольку рефлексивные позиции, они являются нашими, они почему-то проектируются в сам мир, да? А на самом деле, они тем способом, что некие смыслы есть в самом мире, и мы просто из-за этих смыслов фиксируем как определенного рода понятия. И, как мне кажется, вот из нашего разговора явствует, на самом деле, что феноменологиям удается себя отстоять, и тогда получается, что философия Хадигера, ведь она же исходила из гуселевской позиции, да? И она, на самом деле, именно точно так же и говорит, да? Она ведь точно так же утверждает, что единственная философия, какая возможна, это феноменологическая философия, другой философия невозможна. Но она идет еще дальше. Она, на самом деле, говорит о том, что эта феноменологическая философия, она является философией особого рода сущего, а именно дозаин. И действительно так. И что такое опыт? Ведь опыт – это не какой-то отстраненный от меня где-то лежащий опыт. Опыт, на самом деле, это опыт, который присутствует передо мной, который передо мной лично и развернут. То есть, на самом деле, в самом этом опыте, наверное, участвует, наверное, и моя опознавательная способность в его формировании, и как-то мир участвует. Но эти вопросы, такую трансцендентальную постановку вопроса мы не можем сделать, поскольку мы не можем никак не найти критерий, благодаря которым мы отличим одно от другого. Мы этого никак не можем сделать. И поэтому мы отказываемся от постановки трансцендентального вопроса. И мы просто говорим о том, что перед нами раскрыт определенный род опыт, и мы в этом опыте как-то взаимно согласованы. То есть, и мир, и я как-то взаимно согласовались. Как-то наши возможности и наши способности как-то спроектировались на мир. То, что, как бы называть мир Русью мира, мир как-то для нас стал каким-то связанным целом, в котором все, чем бы я ни пользовался, отсылает по мне, ко мне же, к моим же возможностям, моим же способностям. То есть мир как бы субъективен, но эта субъективность, она связана с тем, что мы, в принципе, исходим из опыта, а в опыте, как он раскрыт перед нами, так он и есть. То есть мы должны говорить о том, что мы не можем этот опыт обосновать, он таков, как он есть. А сам опыт указывает на то, что мы как-то с этим опытом соотнесены, как-то наши возможности как-то спроектированы в мир. Каким образом и как, мы не можем это обосновать, но мы видим, что так оно и есть. Мы можем только от этого исходить и это обсуждать. Причем Хадиггерская философия не является философией субъективной в этом отношении. Почему? Он говорит о том, что вот эти способы, какие мы соотносимся с миром, они являются каким-то образом общими способами. То есть, когда он говорит, что язык – дом бытия, все-таки язык – это не нечто такое, чем владею только я. Да, это язык – это вот нечто общее, чем владеем, в котором я, наоборот, участвую. То, что язык является тем способом, каким мы соотносимся с миром, то, что язык является неким предельным, предельной антологией того, как на самом деле устроен мир. То есть, на самом деле, получается так, что… Что такое наш опыт? Наш опыт – это ведь нечто не просто так, что только я созицаю, а в нем расположены смыслы. Но эти смыслы расположены не просто абы как, да, разбросаны, они на самом деле упорядочены языком. Почему язык дом бытия? Потому что вот эти смыслы, которые в самом реальности есть, они упорядочены определенным образом, синтезисом, семантикой самого языка. То есть, язык не просто так вот возникает, а он и есть как бы сам мир, который просто втянут определенным образом. То есть, в нашем соотношении с миром, когда мы… Язык – это другая форма существования мира. Да. Именно к этому я и ввел, да. Язык – это другая форма существования мира. На самом деле, мир устроен двойственно. У мира есть вот сфера, которая связана с ощущениями, и сфера, как бы, подложка, которая связана со смыслами. Точно так же устроен язык. У языка есть, как бы, всякий язык устроен как вот текст, как знаковая структура, да, в которой есть тело знака, да, и есть, как бы, значение знака или смысл. И поскольку как текст разветвлен, то есть, есть вот нечто воспринимаемое нами, да, как ощущение текста, а есть, как бы, вот смысл этого текста. И на самом деле язык, почему дом бытия, потому что он в каком-то отношении гомоморфен миру, или изоморфен миру, как правильно сказать, изоморфен миру, потому что у языка структура двойственная, с одной стороны тело, а с другой стороны смыслы, и у мира так же, язык пытается этот мир не то что копировать, нельзя сказать, что здесь есть примитивная философия, говорит, об отражении, что язык полностью отражает. Нет, язык ведь еще не просто копирует, он еще как бы спроектирован на мир, мы на самом деле с помощью языка видим то, что может быть в мире не различено. То есть язык на самом деле, дом бытия в том еще смысле, что мы, наши чаяния, проектируем на мир, мы видим в мире то, чего в мире нет. То есть мы создаем с помощью языка анталон. Например, смысл жизни. Хорошо завершил. Или, например, Бога, ну Бога, например, понимаешь, может быть Бога нету, но язык требует, чтобы он был, понимаешь? В языке есть, циркулирует, абсолютно. Мир требует. Или смысл жизни. Или, например, мир как целое, но в языке циркулирует этот смысл. Или, например, еще какие-то другие смыслы, которых как бы в мире нет, но в языке они есть. Для языка, для нашего коммуникации язык возникает прежде всего как коммуникация, да как необходимость коммуникации. Коммуникации этот смысл нужен. С миром или с другими? А? С миром или с другими? С другими. для того чтобы общаться с первым язык нужен одному конкретно человек да потому что ему нужно с самим собой общаться не делал то что язык может общаться просто опять же поступаешь как делает транцентальный язык отделяешь от мира потом его обратно туда тисклишь нет язык внутри мира как бы дом бытия что это означает что значит язык внутри мира россии то те смыслы как дороги как фонари внутри мира он как бы вы не всегда был так не так получалось чтобы мы вводим языком вот как понятиями раньше мы вводим понятиями понятия отдельно мир отдельно они типа пусты моих проектирует не не так а что язык на самом деле как сеть мы через язык видим мир в мире и существует когда-нибудь ежедневник поскольку смысла из мира но допустим записки ты себе какие-нибудь писал памятники вот вот эта коммуникация то есть ты даже самим собой поскольку ты как бы во времени растянут как как бы ты все время сам себя сменяешь будущее сменять вчерашнего вот ты даже самим собой вынужден коммуницировать передавать себе какие-то сообщения вот какие-то послания себе самому посылать через какую-то посредствующую инстанцию от себя отличающуюся вот то есть сохранять себя вот язык помогает сохранять смысл потому что вот твое восприятие текущее ощущение да вот оно есть оно как бы достоверно оно такое какое оно есть вот но она таким является пока она есть как только она исчезла от него ничего не осталось потом как бы допустим снова вернулась но как тебе их сравнишь а вот оно уже другое как сравнить а сравнивать надо как бы да потому что не сравнивая не сращивая в следующий момент и предыдущий не выстроить так сказать динамику жизни не выстроить смысл тот тот же самый и нужны какие-то формы которые как бы из времени выпадают язык же интересен тем что мы как были во времени развивается в то же время он как бы каждый момент и вне времени существует как бы такой но здесь существует между прочим и кроме позитива и негатив существует я уже давно его замечал дело в том что языка есть две функции с одной стороны язык есть для того чтобы фиксировать реальность чтобы ее постигать познавать с другой стороны чтобы коммуницировать так вот если мы берем коммуникативную функцию языка то язык коммуникативной функции он оперирует понятиями словами которые должны быть общими для всех допустим я говорю какое-нибудь слово чтобы быть понятым я должен понимать что это не должен быть общий смысл для всех а если я пытаюсь допустим познавать и если я как бы пытаюсь когда я познаю я должен отказаться от этих общих смыслов потому что я должен выйти к самой реальности и зафиксировать ее в некой дискрипции описать реальность так как она есть в своей единичности я должен ловить эти единичные смыслы и увидеть их но проблема состоит в том могу ли я это сделать или нет опираясь на язык потому что если язык изначально коммуникативная сущность то она будет давать мне всякий раз только всеобщности как Гегель говорит помнишь Гегель говорит что язык на самом деле не может единичность удержать язык это сам в себе всеобщее и как бы если бы я попытался описать вот данную конкретную бумажку то я бы мог провести всю жизнь за этим да она уже давно бы и слева там и никогда бы не смог бы ее единичниц указать то есть на самом деле вот эта проблема огромная да что язык как коммуникативная сущность противоречит познавательной вот этой феноменологической установки которая должна по идее должна опираться на то как само по себе есть ведь мы надо же уловить именно те самые единичные смыслы их удержать и не сразу не возводить всеобщность если мы единичный смысл единичные различия смыслов возводим сразу всеобщность то мы опять придем к философии Канта и Гигеля мы все мы все потеряем чего начинается вот как раз это философия не классическая она начинается с того что различие перевеет тождество надо удержать это различие не торопиться сразу вот к отождествлению перейти откуда возникает отождествление но язык этого требует я на что-нибудь называю я говорю стакан и тем самым подразумеваю все стаканы какие существуют да я тем самым выпадаю как бы да вот из этого из реальности вот это единичного опыта из реальность единичного смысла какие-то всеобщие установки да и сразу если я буду постоянно так рассуждать то я всегда буду впадать в классическую философию и поэтому все работают от после вне классических классических все они начинаются как повторение различий как так дифферанс у Alaco да да вот эта проблема различения то есть смысла того смысла самого Единичного который различивやって выдаёт самом реальности вот она買ена становится самый актуальной да этоий потому что удержание этого смысла этому состоит суть как будто вот неклассической философии то что неdegree что согрели на это и упирают да вот что есть интеллектуальная интуиции мы должны Linefo и падать вот этот единичный смысл его унижай в А удержать его, например, с помощью таких вещей, как резома, допустим, корневища Деррида. Это попытки, способы найти какие-нибудь... Или, допустим, с помощью определенного языка. Каждый философ Деррида свой, как Делюс свой, допустим, придумывает какой-нибудь новый язык свой. Потому что чтобы этот язык отличался от классического языка. Потому что если ты будешь говорить на классический термин, то это сразу же будет сводиться от некоторого классическим представлениям. Вот что такое дифферанс Деррида? Трудно объяснить, это чистый его термин, который никто другого не использует. Или там деконструкция. Понапридумывали деконструкция, дезобструкция, деструкция, что там только нет.